Ой, что-то это вообще какая-то. Это, господа, это роял чихен. Это не дай мне, пожалуйста, елку. Как-то все выбивается. Композиция не играет, оркестр, значит, скрипка выбивается. Барабанов нету, да? Ты бегаешь по сцене. Легенда гласит, что в момент основания Воронежа два, во-первых, жителя подрались из-за спора. Что лучше построить, Робсдоп или Русап? Ну, а мы драться не собираемся. Мы просто хорошенько исследуем позиции первого и второго. Начнем с флагманов. Со славянского и с русского размера. Ну, конечно, заинтересовать людей приятным внешним видом, например. Ты к слову о том, что фастфуд лучше есть на месте. Далеко его не таскать. Ну, собственно говоря, что? Русский размер стоит 132 рубля. Славянский соточку. Но он и прямо, наверное, раза в два поменьше будет по размеру. Это хорошо сейчас здесь видно. Приступим, наверное, к дегустации. Я сейчас... Да, давай сначала разрезим. Некрасиво разрежу, потому что я криворукий от природы. Вот, видишь? Все, режем вторую. Нет, это реально... Ой, у тебя тоже плохо получается. Я не один. На проделки нажали. Он не вешает это. Давай на срезе, наверное, покажем, чтобы было видно. Ну, вот. И... Ладно. Короче, вот такая вот. У меня все укатилось. Давай пробовать. Ну, славянский это всегда была такая штука, ради которой, в общем-то, в рубсдопе есть смысл ходить. Потому что остальные позиции, как-то не знаю. А славянский всегда был любим народом славянским. Он и сейчас неплох, но сильно подорожал за последние годы. То есть, как по мне, сотка за него, но это несколько перебор. Что я могу сказать? Это тоже одна из фишечек была русского аппетита. Да, она и сейчас является. Тоже подорожала. Но, в принципе, за... Ну, лично я за вот такой бутерброд за 132 рубля я могу наесться прямо на полдня. Мне прямо достаточно. Я бы хотел добавить вот по твоему бутеру. Он был реально великолепен, когда в него клали болгарский перец. Вот это была прям хорошая тема. Да. Такая освежающая. Вот летом его приятно было покушать. А с тех пор, как с него убрали болгарский перец, не знаю, почему, кстати, интересно, он потерял вот свою какую-то уникальность. По поводу... Будем меня отстать? Ну, давай поменяемся. Для меня... Ну, типа, я люблю славянский, потому что, во-первых, это единственный бутер с грибами. Такого нигде больше, как бы, нету. Мне еще очень нравится соус. Он такой здесь какой-то пикантненький. Но... Вот какая-то... Водяная структура вот тут вот. Очень много воды какой-то. Он всегда, да, хоть немножечко, но капнет тебе куда-нибудь не туда. Все готовы к приключениям? В туалетном? Да. В туалетном. Это, господа, это Роял Чихен. Просто, чтобы мы не скакали на этом, не прыгали с задницы. Ну, не к столу будет сказано, но уже сказано. Ну, как бы для сравнения просто. Я сейчас такая понятнее в силах. Я просто несу вот. Вот так вот. Ну, как обычный честный гражданин. В пакете. На выходе мы получаем. Роял Чихен. Ладно. Звыхнули. Резать это будем. Я не возьмусь. Режь, пожалуйста. Подседом. Подседом. Ой, простите. Я же за микрофон схватил. Я за сердце хотел. Роял Чихен. 80 рублей. А это? 71. 71 рубль. Нарезаем. Что ты скажешь? Из плюсов. Я вижу очень много капусты, так сказать. У правого экземпляра. Для вас левого. Тут не пощадили, не пожалели овощей, чтобы нация росла здоровой. Ну, вот разрезик у нас. Видишь, а здесь нет капусты. Как-то суховато. Проигрышная ситуация, я считаю. О, оппонента слева. К синему блурингу. Ты должна войти в историю. Нарезай. Не могу, пусть покурится. Это три секунды твоей славы. Пока ты режешь. Роял Чикен. Ты чувствуешь Роял себя? Ты королева. Ой, ну смотри. Из плюсов. Огромные курицы вообще. Как мясо-то, а? Навалили от души. По сравнению вот с этим просто какая-то. А это знаешь, о чем нас учит? Это в очередной раз показывает нам, что нельзя судить о внешности. Точнее, нельзя судить по внешности. Ни о человеке, ни о бутерброде. Пробуем? Подожди, дайте, пожалуйста. Ой, у меня же бургер довел до слез ведущую хавнадзору. Вы таки будете смеяться. Но это вкусно. Но это правда вкусно. Там не котлеты из какой-нибудь пасты, там не наггетсы самые дешевые. Это реально вот мясо с волокнами. Ну, хорошее, вкусное мясо. Хороший соус. Выглядит, конечно, все ужасно неприглядно. Но на вкус отлично. За 80 рублей. Если бы оно так не устало, это можно было бы хавать даже прямо с удовольствием. Но мне бургер тоже очень нравится. Мне, в принципе, тоже тут курица. Тут не какая-то волокнистая, непонятная мазня куриная. Вот. И как бы это даже не сухо. Несмотря на то, что вот по виду тут как будто ничего нет. Но это прям неплохо. Блин, нет. Несмотря на то, что он гораздо красивее, красивее, правильно говорят, филологи меня поправят, он менее вкусный, чем вот этот парень, который как гадкий утенок. Он раскрывается во вкус. Мне булка очень нравится. Она здесь какая-то такая сухая, ворушатая. Тут она мягенькая прям такая. Ну, по вкусу, по крайней мере. Ну, он вкуснее, да? Да. Так, следующий у нас кандидат это Цезарь. Куриный. Куриновый Цезарь. Да. Ну, тут отличия прям сильные. Ну, кстати, на этот раз Робус Добровский выглядит убедительнее, я бы так сказал. Ну, это такой какой-то сухоженный. Поменьше, и, ну, вот здесь прям капустка, все дела, они сразу бросаются в глаза. Ну, и момент с ценой, пожалуй, тут стоит озвучить. Робус Добровский стоит 105 рублей. А Робус Добровский 87 стоит. А, ну, он и значительно подешевле. На пятую часть получается он примерно дешевле. Во-первых, соус, походу, абсолютно такой же, как и до этого. Он горчичный. Да. Он горчичный в Цезаре почему-то. Да, хотя в Цезаре должен быть соус Цезарь. Ну, или хотя бы Магик. Отмечу, что мне очень нравится в Цезаре курица. Она какая-то там немного пряная, и поэтому дает свой вкус. Вообще топ. И соус очень такой нежный. Короче, сочетание для меня это прям идеально. Это прям фаворит. Просто спрашиваю. Ну, я сейчас ем-то другое. Робус Добровский. Это горчица. Что-то меня прям как-то немножко подгорчило. Потому что хочется чего-то белого. Цезарь. Это же Цезарь. Да, я понял, почему ты засмеялась. Ну что? Размеемся? Ой. Что-то это вообще какая-то. Попробовала сердцевина. Не знаю. В принципе, что-то мне не заходит. Короче, это булка. Мне его у Сафара не нравится. Такое себе. Зачем его покупать, если есть даже хотя бы и славянский с русским размером. Не знаю, фигня. Ну, для меня на этот раз Робинс Добин прям вообще в минус. Ну, по крайней мере, в этой позиции для меня он немножко хуже. Соус вообще не тот. Как-то все нарушено. Как-то все выбивается. Композиция не играет. Оркестр, значит. Скрипка выбивается. Барабанов нету. Ты бегаешь по сцене. И такая, а где музыканты? Курица. Вот такой тонюсенький слой курицы. Тут, конечно, не особо-то лучше, но тут она хотя бы чувствуется. Здесь я вообще не почувствовала. Поэтому... Стоп, вынимаем самсу. Да. Это что одна, что другая с мясом. Так, у меня она что-то прилипла. Ничего, рви. Не жалей. Ну, что по ценам? По ценам. 65 рублей из Робина Сдобина. И 59 из Русапа. Что, пробуем? Да. Ну, я тоже у меня. В общем, вот эта штука, она перемаслена. У Роб Сдоба я еще не пробовал, у Русапа. И, ну, хорошая самса, когда ее покупаешь в самсишных, она очень хрусткая такая. То есть, ты там на камне делают, наверное, или как-то, что ты ее получаешь, она прямо у тебя хрустит, а внутри сочная такая начинка из-за того, что лука напихивают, она такая с водой, немного с соусом как бы. А здесь мокрая булка и внутри сухая начинка. Все наоборот. Вообще все наоборот. У тебя как будто какие-то грибы, что-то такое черное. Да, грибы, кстати, там есть. Но это тоже не самса, если так смотреть по-настоящему. Здесь все мокрое и влажное, она такая, как тряпка. Хотя мясо неплохое. На самом деле у нее забито. Еще я, кстати, заметил, что они ее в Русапе разогревают. Ну, они в этом целлофановом пакете прямо кидают в микроволновку. Там-то какое слоеное клевое тесто не сделает, вот в тряпку и превратится. Ну, кстати, мне наоборот самса из Робина понравилась больше. Несмотря на то, что она ужасно масляная, я не люблю вот такую вот, наверное, свинину. Давай, ну, что там. Это, скорее всего, курица с грибами. Вот это как бы не классическая самса, но она мне нравится намного больше. Так что я за счет ставлю ей. Ну, вы все видели сами. Теперь можете, по крайней мере, по этим четырем позициям прикинуть, куда вам лучше пойти этим вечером. В Робу Дополь, в Русап. Что лучше выбрать из того? Чем заесть свои человеческие страдания и ужасное одиночество.